всем привет ребята на моем канале впервые получил такую большую посылку и впервые заказал планшет 10 дюймов сейчас вы увидите его распаковку как раз мне помогает мой андрюшка жена лена снимает сверху потому что неудобно это все снимать и распаковывать как видите в коробке в большой был была еще такая пупырка матрасик вот шикарно упакован я заказал вместе с чехлом оригинальным это teclast tepad p10hd такое сложное название здесь хороший экран все это покажу вам вот такой чехольчик добротный отлично сам девайс как видим он находится такой поролоновой рамки был заряжен практически полностью заказывал не себе меня попросили литература здесь бумага с инструкцией и также облачок зарядки и провод type-c облачок поддерживает зарядку 5 вольт и 2 ампера а сейчас подробнее расскажу вам что я узнал об этом устройстве и стоит ли его покупать скажу вам что впечатление об этом девайсе это ipad teclast очень приятный это 10 дюймов и сейчас я вам покажу что об этом говорит и antutu в том числе и конечно внешний вид внешний вид жалко что здесь стекло не огс потому что есть прослойка все-таки воздушная но разрешение довольно неплохое как для 10 дюймового экрана и я вам скажу что по крайней мере от местность где я живу это украина в украине я думаю как и в других местах такие девайсы стоят как минимум в полтора а то и в два раза дороже я имею ввиду 10 дюймов память 3 оперативка 32 встроенной и но часто это бывают такие планшеты просвет мы говорим о планшетах такие планшеты которые очень сомнительного качества во-первых разрешение экрана просто ужасное просто ужасное здесь же и цена и качество то качество я вижу гораздо выше во первых по сборке у меня нет никаких претензий некоторые блогеры рассказывая об этом планшете они его но так ломали говорят он скрипит вы знаете я не знаю что с нужно с ним делать и для чего берут эти планшеты чтобы так скрипеть я не знаю заламывать его это либо какая-то игра довольно жестокая человек играет в нее чтобы так прям сцепиться в этот несчастный планшет и он у его будет скрипеть но это какой-то просто извините бред говорят и я не знаю зачем так критиковать я понимаю если ты купил вещь гораздо дороже ну тогда критикуй говори что тебе не нравится что тебе не устраивает в нем и как жалко что я потратил на него эти деньги я вам скажу что этот девайс я его взял за 99 долларов конечно со скидками и с чехлом уже вместе но претензий у меня вообще просто нет я даже благодарен продавцу который поставил скидочку алиэкспресс тоже сделал небольшую скидочку вообще претензий к нему нет алюминиевая спинка да вот вставочки пластиковые есть возможность поставить карту памяти и также поставить симку то есть вы можете пользоваться им как телефоном особенно сейчас в разгар пандемии когда люди будут сидеть на карантине неизвестно пойдут ли школьники в школу может быть придется учиться дистанционно или работать даже кому-то дистанционно вот такие девайсы имейте ввиду что они есть они неплохие батарея здесь 6000 миллиампер да может быть она немножко быстрее разряжается потому что здесь не такой экономичный процессор сейчас мы и до него дойдем и вот этот девайс он просто отрабатывает свои деньги жалко что и зарядка не такая быстрая но его на принципе на рабочий день пусть не полный с перерывами на чай кофе или ребенку с перерывами на перемену его просто будет достаточно давайте я вам покажу что мы узнаем из середины этого девайса скажу вам что вот сам сам планшета себе говорит три оперативка вот название этого планшета p10 hd это его название android у нас девяточка так и есть это супер и кстати те планшеты которые продаются в основном недорогие да вот в нашей местности я думаю в россии в казахстане в молдове беларуси будет похожая картина потому что там в лучшем случае шестерка android но это просто какой-то ужас как будто вот весь хлам выкинули нам на рынок и пытаются за не до небольшие деньги продать здесь девятка android ребята вы представляете здесь девятый android разве может это не радовать кстати следующий планшет который придет там уже десятка стоит и посмотрим что будет в нем вот и я хотел вам показать какой у нас звук сейчас мы включим все необходимые аудио громкость так и вот сейчас в отношении мелодии я вам покажу как он звучит вот передача цветов вы слышите он на всю подключен картинка вы знаете может быть она не такая сочная но как для недорогого планшета это просто приятные такие цвета вниз теплая так я бы сказал четкость хорошая и кстати вот видео на youtube сейчас можно увидеть он передается в full hd качестве 60 fps 60 кадров кадров в секунду и это хорошо это говорит о том что здесь довольно неплохая матрица и смотрите лично меня радуется эта передача не супер яркие но такие знаете глаз я думаю не будет уставать от таких насыщенных цветов очень здоровский вид вот это то что мы узнаем об устройстве из видео и звук знаете очень классно что здесь стоит два динамика и они вам передают стерео очень классное звучание лично мне понравилось очень хорошая громко слышно вот если смотреть фильм классный стерео звук выдает понятно что это не домашний кинотеатр но все таки отлично очень приятно комфортно смотреть с экрана этого девайса вот что нам рассказывает antutu об этом устройстве обратите внимание здесь центральный процессор от unisoc так здесь у нас память судя по скорости здесь lp ddr 4 потому что он достаточно быстро соображает три оперативка 32 встроена и вот первоначально из коробки было 25 немножко больше свободных гигабайт из 32 здесь восьмиядерный процессор 64 бит одно ядро у нас сейчас мы идем и до процессора одно ядро нет или оба ядра здесь до 1600 мегагерц частота их к сожалению 28 нанометров видно что он не новый и как видим немножко нагревается вот из-за того что техпроцесс здесь не такой экономичный 28 нанометров нагрелся видите показывает 50 градусов цельсия ну сказать чтобы он перегревался возможно каких-то играх он и будет перегреваться но проблем такой не было у меня плотность пикселей как видим 224 ppi камера основная здесь 8 мегапикселей то есть по сути дела это не фотоаппарат так если что-то нужно сфотографировать вот 85 мегапикселей и фронталочка у нас всего 2 мегапикселя и так исключительно для skype для зума для конференций батарея 6000 из-за того что процессор не экономный экран большой она достаточно быстро садится но 6 часов вы можете смотреть спокойно видео до 6 смотря какой звук и яркость вы установите вот так сейчас еще покажу здесь есть вай фай он принимает и 4g он поддерживает можно поставить симку у вас будет gps так и наси нет bluetooth все это стандартно и датчики видно датчик движения шагомер детектор шагов даже такой есть акселерометр ну по сути дела больше никаких датчиков в нем нет и в целом видно что antutu выдает нам 98 немножко больше 98 тысяч баллов и я проверял multi-touch то есть принципе планшет годится для игр здесь 10 касаний ну а меню содержит себе стандартные приложения здесь есть и диктофон здесь есть функция звонков и как видим есть телефон телефонная книга почта youtube все в принципе здесь основное имеется если говорить о яркости вот она максималка и сейчас обратите внимание минималка принципе она понятно что немножко завышена но в темное время можно почитать книжку этим с этим девайсом есть ночной режим как видим можно его включить он немножко сглаживает цвета и делает их такими более желтыми чтобы глаза ваши не уставали цвета и контрастность можно настроить адаптивная яркость это все имеется то есть в принципе основные программы здесь голый android и все что в девятом андроиде есть основные программе программы здесь имеется в целом о планшете сложились очень приятные впечатления очень хорошо упаковали в китае его в начале видео вы видели как это было довольно хорошая коробка и скажу о чехле лучше брать сразу чехол по заказу потому что сложно найти в нашей местности такие чехлы он добротный как видим такие соты внутри имеются отверстия то есть сам производитель этот чехол и сделал чтобы вы могли пользоваться его планшетом плотненько закрывается очень удобный легко можно поставить разместить и пользоваться для работы этим чехлом и планшетом вот ребята это все что я хотел сказать поделиться с вами что есть такие планшеты меньше 90 меньше 100 долларов точнее и они все что нужно все необходимые задачи выполнят как для школьников так и для вашей работы все что нужно можно с ним делать и какие-то не несложные игрушки я думаю тоже потянет все подписывайтесь ставьте лайки пишите замечания комментарии что вы думаете об этом планшете всего вам доброго ребята пока пока